Аминь. Вот это сочетание, что во имя чего мы делаем, мы берем из Слова Божие. Все, что делаете, делайте во Славу Божию. При тщательном исследовании Священного Писания святые отцы нашли. Вот такое выражение и приветствие должно быть. Многие люди верят в единого Бога, по-разному его называют. Язычники тоже называют кого-то Богом, природу обождествляют. Нам, христианам, Господь открылся как Второе Лисо Святой Троицы. Мы должны всегда это подчеркивать. У меня много бесед, много просто, уже не сотни, а тысячи бесед в встрече с мусульманами. А как Бога признаете? Единый Бог или Единый? А кто Ему Иисус Христос? У них никак не вмещается. Мы должны сказать. Я говорил, как пользоваться надо. Павел, проходишь жертвенник, неизвестному Богу, неведомому. Вот причина. Я еще против не говорю. Неведомому я и проповедую. Для вас неведом Христос, я о нем говорю. Я вас этому приучаю. Научитесь не опровергать что-то где-то, а хорошо знать Писание. А Писание опровергнет. И тебе легко за него спрятаться. Если что-то скажут, не сами, а так Писание говорит. Писание определенно и четко говорит, что мы дети Божии. У них этого нет. Мы его называем Отец Небесный, а они не могут назвать. Отцом не называют. И мы даже это хорошо усвоить. Поэтому, выходя где-то, что-то делая, делаем во имя Бога. А Бога мы знаем единого в трех лицах. И все это мы познаем из Слова Божия. Я сегодня хотел немного на этом остановиться. Что такое Слово Божие? Слово Божие – это то, что Бог дал. Божие Слово. Бог говорил, а люди записали. И писали Писание. Всегда спрашивают от меня они там в интернете. Ах, кто Библию написал? Нам книга с неба дана. А у вас кто-то писал? Писал. Писали «Святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». И ни одной буквы нету лишней. Дороже неба и земли исчезнет небо и земля, но ни одна йота. Мы должны это знать и говорить. А как вашему Богу имя? Моисей так и спросил, как Бог, как тебя звать? В Египте было разное. Они поклонялись Валу, Быку. Но от него мясо, шкуры, не знаю, что еще было. Почему они сделали золотого тельца? То есть старое припомнилось, где они были. То есть партбелецы сохранили, а пошли в церковь. Вы понимаете, о чем речь идет? Единый Бог. А как тебе имя? Меня спросят. Иегова. Все время спор. А как правильно? Иегова. У евреев нет гласных. Писали без гласных. Мария. М. Р. И все. Вот догадайся. М. Р. А остальные гласные. Теперь кто как считает, так и поставляет. Нету. Сокращали. Вообще нету гласных. Тогда, когда писалась Библия. Поэтому считайте Яхве. Ягвы. А как правильно? Знаете, самое трудное качество для противника. А противник означает сатана. И для дьявола. Это смирение. Церковь так установила. И в Святой Библии так и написано. Восемь раз слово Ягова встречается. А в оригинале это слово встречается больше семи тысяч раз. Если бы Макарий, который переводил Глухарев, у него там может быть семьсот. А это тысяч. На каждом слове буквально Ягова, Ягова, Ягова. Где Господь слово стоит, там Ягова. Потом заменили Адона и переведили на русский язык Господин и Господь. Я еще не подберусь к тематике главной. Ступень пока хочу сделать только одно. У Библии три названия. Библия. Ну и что? Ничего. Большая библиотека. Барнауле Шишкин или Шишкова тут. Библиотека. Корень Библия, суффикс, окончание. Что означает? Книгу, хранилище. Библиос. Библия означает книги. Семьдесят семь книг. Две полноты. Люди канонизируют сегодня. Первые апостольки церкви не канонизировали. Этого слова не было. Как сейчас по церковлению. Я считаю, самое негодное слово это по церковлению. Рождение свыше. А его нет. А как? Очень просто. Ну а как узнать, кому подражать? Димитрий Ростовский. Ведь это современник и друг Петра Первого, русского антихриста. Он издал, то есть написал 12 томов жития святых. Его опять переиздали. Мне Господь благоволил и благословил насчитать. Во всем интернете сейчас это рассыпано считают. И он эпиграфом взял ко всем 12 томам один стих писания. Про себя подумайте. Кто из вас знает? То есть он хотел подтвердить. Я пишу не случайно. Так Бог сказал. Я по велению его выполняю. Дома прочитайте. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших. И дальше перечисляет. Которые проповедовали вам Слово Божие. А из канонизированных, которые проповедовали 2% примерно. А остальные прятались в пещере. То есть он эпиграф взял, а он совершенно не по делу. Никак. Ну, как он? С юности ушел в пещеру. Столк не стоял. Он не проповедовал. Евангелие нигде не написано. Держал в руках. Серафим в Котомке носил Евангелие. И говорил, чтобы ум плавал в Евангелии. А это в православии вот такие люди находились. Который Дух Святой поднимал и преображал. Его боялись. Лесо его сияло, как солнце. И таких, которые, как было с Моисеем. Так что я говорю только о том, что кто проповедовал. И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Вот вся канонизация была. Другого не было. Кто проповедовал, тех, чтобы помнили, поминайте наставников ваших. А там поминать уже некому. Ну, по порядку мы смотрим. Нету вообще. Я говорю, называю мирские имена. Это не случайно. У нас есть кое-что необычное. Иконы, как принято, священные изображения. И поклонение иконам возносится к поклонению первому образу. Седьмой Вселенский собор. В 1787 год. Но у нас и другое есть. Между священными изображениями и иконами надписи священного писания. Ну, в Барнауле, допустим, столько-то. Вообще в епархии, в нашей Барнаульской, там, 300 церквей, там, ну, разных часовенных. А где такое есть книг? Где больше нету? А что, это новинка какая? Нет, не новинка, но это забыли. Писание говорит. Господь говорит об этом. Пишите слова мои на косяках. Дома на косяках. Напишите. Почему так? Видимо, везде все стиралось. А тут надо было вырезать, как грамюра какая. Помните об этом. У нас есть люди, которые умеют хорошо писать. Такие надписи делали. То есть ее всегда поминайте, когда смотрите. Это наша надежда Ивановна. У нее талант такой писать. И она мне написала один стих два или три раза. Я его весил у себя дома, в храме и здесь. Вот я к этому подошел. Сегодняшняя тема будет Евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее меча бою до острова проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышление и намерение сердечное. Большой стих. Мы берем одно. Пишем так. Слово Божие живо и действенно. Слово Божие. Слово Божие. Вот так два сочетания слова. Слово Божие. В полной Библии встречается 39 раз. Мой год рождения. Я тоже за это как бы уцепляюсь везде, что откуда Господь дал любовь эту и как. А Слово? Что именно Слово? Тысячу шестьсот сорок один раз. Ну, Слово сочетания даже других. Итак, Слово Божие живо и действенно. Если Господь благословит. Если Господь благословит. Ну, я уже тут одному счалову пообещал, просили говорить. Буду говорить Слово Божие после второго проповеди, брат, когда считает Златоуста. А при батюшке длиннее службы, этого достаточно бывает. Живо и действенно. Что означает? То есть оно не умерло. Вы знаете, сколько томов стояло, того, кто в Мавзолее. И где они? Их вытаскивали здесь огромными кущами, жгли и жгли. За ним идет, кто пришел. Да не просто пришел, а каким тиражом издавали. Больше миллиона. Речь такого-то. С трибуны такой-то. Ни трибуны, ничего нету, нигде нету. Да и как его взять-то? Когда говорил о развитии кукурузы, там, свиней разводить. Что он говорил-то? А это Слово Божие. У него название Слово Божие, Священное Писание, Библия, три названия. И в это Слово Божие оно живо. И вот, что бы ты ни увидел, постарайтесь, чтобы ум плавал в Священном Писании. Я беру слова не евангельские, но смысл понятен. Это Серафим Саровский. Воздай ему, Господи, добро за эти слова. Где бы ты что ни увидел, маленький ребенок, ты сразу направляй в Слово Божие. Ну, а с чего вы взяли, скажем, митрополит Григорий Санкт-Петербургский. До революции говорил об этом. Один день святой жизни, брошюра есть. Что бы ты ни делал, водишься с ребенком. Ну, бабкино дело самоудобно. И ты, говори, Господи, и ты был младенцем, лежал в ясли. И тебе ангелы поклонились. И в каждом детятие мы видим отображение твое. Он в наше тело вошел. В лепоту обречествия, поверьте. В лепоту, в красоту человеческого тела. И ты это, вот, пищешь хлеб. Женское дело. Хлеб пищ. И ты, говори, Господи, пшениченки были, поброси. Их размололи. Теперь не разберешь, где. И так ты нас перетер на наших страданиях. И мы все одинаково сделались. И нами нуждаются, как хлебом. Приходят, спрашивают совета. В болезни мы знаем, где тебя искать. На тебя надеемся. Жизнь-то это временная. Он рассказывает, как чтобы ум плавал в Слове Божьем. Я прочиту несколько мест Писания. 1 Коринфянам 14.24. Решительно. Вот человек приходит, и как его свалить на колени? А что он будет стоять? Да никак. Упрямый, ноги у него одеревенели. А говорят, Слово Божие проповедуется, когда и войдет в человек, и услышит, что проповедуется, пророчествует. Он пойдет в Ниц и скажет, с вами Бог. Я встречал таких людей. Он случайно пришел, секретарь комсомольской организации. Пришел не в православный храм, а в баптистов Новосибирске. Я, говорит, смотрю на одного, на другого. Как про меня все узнали? Я думаю, этот на меня смотрит, этот. Пока на колени не встал. А потом стал приезжать ко мне. Это Слово Божие живо. Как будто сегодня утром сказал Господь, я скорее переписал, пришел, это говорю. И после нас будет так же. Вот Ян Златоус это говорит так. Законы есть, их исполняет. И попробуй не исполнить. Юристы знают, главное это закон, это параграф закона, конституция, уголовный кодекс. Он должен точно по нему поступать. А китайцы обязаны исполнять? Да нет, конечно. Даже Украина, наша родная, близкая. Русские люди живут. И все равно им закон наш не нужен. Правила движения не нужны. А закон Божий, 2000 лет, при любом строе, в любом государстве, для всех живой и действенной. Написано. А написано, так надо считать. Господь говорит, как считаешь? Православный Христос спросил, как считаешь? А про что спрашиваешь? Что считаешь? Деньги считаешь? Да нет, книгу считаешь. Какую книгу? То есть нас лишили этой радости. И только в 1876 году перевели. И как перевели? Ни одного перевода нельзя сравнять с ним. И по сегодняшний день, те, кто против православия даже, еретики разные, пользуются синодальным переводом. Редко-редко кто там, ну, Свети Легову, там еще, сам мне что-то пишут. А это перевод лучший за 2000 лет. За него держитесь. И ты, когда будешь говорить, не здесь, только на улице. Я рассказываю, затяну немножко, ну скажу. Вот стоят в очереди за билетами. Новосибирск, второй этаж. Старичок стоит, разговаривает. Далек ли едешь? Ну, а старики-то о чем говорят? Так, а ты же не знаешь, что доедешь? Ну, конечно, нет. А ведь может и авария быть? Может. А ты готов с навсегда еще с Господом? Он уже на своей рельсу стал. Нет. А ты знаешь, что Христос за тебя умер? Я слышал. Так он умер за тебя, как за меня? Ясно дело, что это, говорит, не православный. Его звать Иосиф. И он говорит, если ты желаешь отдать себе Господу, давай помолимся. Очередь идет. Они на колени встали, а там капельные. Сразу сообщили. Два человека упало. Пойдет и скажет, не из милиционера подозвольном, подошел. Ничего не нарушает граждане. Тут это нельзя делать. А что это не говорит? Он домолился, аминь, сказал и говорит, измени, гражданин начальник. Господь его коснулся. Радость-то какая. На небе радуются ангелы. Я не мог ждать. Он сейчас сядет и забудет, про что говорили. А сейчас душа с Господом. Вот так надо веровать. Живо и действенно. Оно сразу коснулось его. Вот об этом есть такой сейчас священник. Он много говорит. В чем-то там, может, мы не согласны с ним. Андрей Ткащев. Очень популярный. С Украины он бежал, ему угрожал. Он против гей-парадов восстал. Вот там, ну, нормально. И он дальше и говорит. Вот, замерьте, есть люди, которые Бога не знали. Они узнали, что есть Бог. Да, много людей не знали, что Христос родился. Они узнали Его. Это наши православные люди. Есть люди, которые наши православные узнали, что Он умер за каждого из нас. И подвел под концы. Говорит, и узнали все это не у нас, а у протестантов, куда они ушли. Это ужас какой. Слово Божие Остремича, он буквально пронзил всех от патриарха. И ушли ни один, ни два сотни миллионов. За одну душу, Господь говорит, если она по твоей небрежности, о священник. Не, не против, а просто небрех. Сегодня не сказал, завтра не сказал. Погибнет. Всей твоей жизни не хватит рассчитать за одну душу. Ибо за ней умер Христос. Итак, Слово Божие живо и действенно. Я несколько мест прочитаю. Первое послание Петра 1, 23. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, которое Слово Божие, живое и пребывающее вовек. То же самое говорит. Нетленное. Первое, что цели кейсом 2, 13. Вы приняли от нас не как человеческое Слово, но как Слово Божие. То есть, говорил-то хорошо, но Словом Божиим сходится или нет? Второе, Коринфянам 2, 17. Мы вам проповедовали, не повреждая Слово Божие. Сегодня повреждают на каждом шагу. Не повреждая. Дальше. Второе, Коринфянам 4, 2. Опять об этом заговорит. О Слове Божьем, которое нужно неповрежденным дать людям. Ефесянам 5, 4. Мы имеем меч духовный, который есть Слово Божие. От всех врагов. Я разговариваю с одним дедушкой. Ну, 90-летие. Я говорю, о вашем Слове жизни были чудеса какие-то? Были. Я иду молиться, говорит, и вдруг из соседнего какого-то двора выскочил. Кобель, говорит, от такой вот высоты. Доги такие они, большие где-то. И как на меня кинулся. Ну, я счезал. Народ-то разнил. Я ему пальцы в рот, говорит, всунул-ка. И там перекрестил. Он как завизжал, говорит, бросился обратно и больше нет. Ну, маленько пропустил тут рукав где-что. Я знаю, тут у меня есть люди, которые слышали от этого человека. Такое было. И дальше. Евреям 12.7 Об этом я вам... 12.3 Криеннум 14.17 Вера наша от слышания, от слышания от Слова Божия. Криеннум 3.8 Ну, нация. Какой нация ты? Я русский. А ты кто? Я татарин. А ты кто? И вдруг в паспортах у нас исчезли. Национальности нету. Да какой же это паспорт? А его недавно убрали. Так за чего? Кому-то он сильно мешал. Их ловили на этом. Ой. В Освенцум тебя. В печь тебя толкать надо. И убрали отовсюду. Я теперь сам не знаю, какой я нация-то. Может, от Чингисхана родился. А раньше все это было известно. Апостол Павел говорит. Перечисляет все нации и отдельно выделяет свою нацию. Ну, какой? У меня крестник еврея есть. И он спрашивает, какой нация? А той же, что и Господь мой Иисус Христос. Понятно. И здесь так же самое. Павел говорит. Великое преимущество быть иудеем, евреем. Преимущество перед русскими? Да. Перед китайцем, перед американцем. Самое великое преимущество. У них что-то есть, чего ни у кого нет. А что ж такое? Апостол Павел говорит. И вверено Слово Божие. Все писали евреи. Им Бог открыл. Моисея, пять книг Моисеевых. Ну, по порядку. Даже Иисуса, Навина, Петерапоменон. Кто Давид такой? Мы не знаем, кто Иов был. Но остальное-то нам известно. Соломон, кто природный, чистопородный евреи. Им верено Слово Божие. А сейчас нам верено. Нас могут ли выделить? И когда давал закон Моисея и говорит, народы соседние, ну, вас как узнать-то там? Так же скандалите, так же разводитесь. Но как-то можно узнать, что вы другие там, можно, если они ознакомятся с нашим законом, с Евангелием. И не скажут, какой это мудрый народ. То есть они даже не предполагают, что мы его не исполняем. И Анна Златоуст говорит, человек бы жил в горах где-то, пришел, ну, и первый раз все видит, удивляется, так смотрит где-то. И вдруг и мы в Евангелии стали говорить. И он сказал бы, это такой закон есть. Какой мудрый человек-то, который по нему живет. А потом бы Златоуст говорит, узнал нашу жизнь, то больших врагов бы не нашел. Что написано и что мы делаем-то? С утра до ночи ведь нарушаются. Притом ни один, ни два, сплошняком. В церкви все под деньги. На патриархе соблазняются мусульмане, друг другу передают или другие, почти на сто процентов. Зачем ему яхта одному? Не знаю, у меня велосипед есть. Дальше-то я еще могу сказать. Ну, перестаньте о нем говорить, давайте помолимся. А зачем он табаком торговал другой? Ну, деньги нужны, я сказал. Протодиаком всей Руси, всей Руси говорит. Ну, было дело, но еще все время это трепают. Ну, получили там миллиарды долларов. Ничего не сделаешь соблазн. Да лучше бы мельничный жернов повесили. Это Слово Божие нам говорит. Как ужасно нарушить Слово Божие. Вот охота всеми верблюдами быть. Ну, почему же они обсуют? Такие горбы наростили. Ну, и трудно же в рай-то войти. Горб-то зацепится, не пройдешь. Еще немножко. Второе Тимофею 2.9. Но для Слово Божия нет ус. У меня все отняли, арестовали. Я сижу. Ну, ничего нету. Даже крест могут сорвать. С пояс у меня оторвали. А для Слово Божия нет ус. Я начинаю следователю и говорит, следователь принял, понял, погружение получил. Начальник тюрьмы вызывает не один раз. А там сказано что-нибудь про Михаила Мещенова. Нету. Но я рассказал ему. Звоню. Умер полковник. Умер по-христиански. Призвал там священника. Это Бог делает. Для Слова Божия нет ус. А другой за этим следит. Вызвал меня. Ты что делаешь? Это ты везде написал на прогулочной. Борик везде в щели натолкал. Мы тебя сгноим здесь. Вы говорите на КПСС, что он опадет. Я говорю, написано в Библии так. В Библии? Ну, наверное, так и будет. Сразу, мгновенно, как будто его ножом протыли. Наверное, так и будет. Я и не знал, что у него понятие есть, что Словом Божьим нельзя спорить. Итак, у вас родился ребенок. Какой первый праздник для ребенка будет? В рождении он ничего не понимает. Я прочитаю несколько мест Писания. Я не призываю ни к чему, просто говорю. Бытие 11.8. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отсажен был от груди матери. Это считалось вход в серьезную настоящую жизнь. Когда ребенок был отсажен от груди матери, собрал всех людей, варили, парили, кормили. Сын-то мой от груди. Ну, от груди-то от груди. Он-то согласен Исаак? А он кричит. Он не понимает, самого ценного его лишили. Какую-то баранину жареную толкают. Да зачем нам не нужна? Мамке там все главное-то. Я решил все это проверить и нашел Псалом 130-й 2-й стих. Это маленький такой Псалом. 3 стиха всего в нем. Ну, а как это может нам отойти? Очень просто. Вот начинает человек считать, а кто такой белый конь, красный, белый, это белый, красный, наверное, это большевики. Не надо гадать. У нас толкование есть. И вот входят в великое и недосягаемое. Он говорит, я не входил в великое и недосягаемое. Я смирял душу мою, как детяти, не дитя, а детяти отнятого от груди матери. То есть, это самая сильная тяга, которая есть. Кто-то может сказать? Он не понимает этого. Вчера любила, на коленях, и вдруг ничего этого нет. Он заглядывает, и ничего нет. И кормили-то 3 года в среднем. Через 3 года Самуила, мать отсадила и привела в храм. Он серьезно теперь человек растет. Привела и отдала его. Он считает, Богородица, 4-летняя, привели ее в храм. И мы должны научиться так же делать. А как? А две груди, это ветхий новый завет. По перчатям это толкование дается. Две груди, это новый ветхий завет. Так что каждая женщина, девочка родилась, она воплощение Библии. Ты только на нее гляди, да не ищи другого толкования. Чего уж так-то. Ты смотри на то, что самое ценное. Нелевое право разбирай. Исайя, 49-15. Забудет ли дитя, грудное дитя, мать, дитя, мать свою, мать, дитя. Но если ты забудет она, то я вас никогда не забуду. Сравнение какое дается. Мать, грудное, когда еще не отсадила, можете на его забыть? Что-то ей будет напоминать, больно будет. Ну где он? Да скорее бы меня разгрузил. Писание говорит, даже ничего не знаешь. Ты вникни в эти слова. И Псалом 137-2 стих. Он говорит об именах Божьих. Имен Божьих примерно 500 в Библии. Это пастырь, дверь у овцов, все. А Давыд, когда читает это, и говорит, слово твое превыше всякого имени. Итак, блаженны мы, если у нас есть слово живое и действенное, которое превыше всякого даже имени Господня. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь.